всем привет сегодня вкратце посмотрим на язык перл или вкратце вы услышите его описание небольшое неполное и возможно не точно но попробую и так сегодня язык на рассмотрении какой язык сегодня на распределение это перл давайте вот так вот сразу будут перл язык перл это высокоуровневый интерпретируемый динамический язык программирования общего назначения созданный лари уолом лингвистом по образованию название само перл официально расшифровывается как практика экстракт экстракт экстракшн энда репорт вот ну и лэнгвич лэнгвич ну а в шутку там патолу логика ли эклектик раббеж листер типа патологический эклектичный перечислитель мусора блин ну а по правильному это у нас практический язык для извлечения данных и составление отчетов и первоначально название первого состояла из пяти символов вот так вот было пиару что в переводе то есть это совпадало с английским словом жемчужина но затем было стало известно разработчикам что такой язык уже существует и убрали вот эту буковку а символом языка перл является верблюд не слишком красивое животное но очень выносливо и способно выполнять тяжелую работу основной особенностью языка является точнее считается его богатые возможности для работы с текстом в том числе с регулярными выражениями встроенными в синтаксис перл унаследовал много свойств от языков си авк давайте вот так си авк и скриптовых языков командных оболочек юникс и в юниксе в разных дистрибутивах поддержка этого языка уже встроена появился этот язык в 1987 году перл ну или перл не знаю как правильно так как я на нем если так вспомнить то по моему даже ничего и не писал поэтому извините те кто знает как правильно произносить так вот перл язык программирования общего назначения который был первоначально создан для манипуляций с текстом но на данный момент используется для выполнения широкого спектра задач включая системное администрирование веб-разработку сетевое программирование игры биоинформатику разработку графических пользовательских интерфейсов язык можно охарактеризовать скорее как практичный чем красивый главным достоинством главными достоинствами языка является поддержка различных парадигм процедурной объектно-ориентированный и функциональные стили программирования контроль за памятью без сборщика мусора основанного на циклах встроенная поддержка обработки текста а также большая коллекция модулей сторонних разработчиков а согласно разработчику языка лари увол у перлу есть два девиза первый есть больше одного способа это сделать и второй простые вещи должны быть сложны простые вещи должны быть простыми а сложные вещи должны быть возможными общая структура перл в общих чертах ведет свое начало от языка си перл это процедурный по своей природе язык имеет переменные выражения блоки кода отделяемые фигурными скобками управляющие структуры и функции перл также заимствует ряд свойств из языков программирования командных оболочек и unix все переменные мы маскируются ведущими знаками которые точно выражают тип данных переменной в этом контексте важно что эти знаки позволяют переменным быть интерполированным строках перл обладает множеством встроенных функций которые обеспечивают инструментарий часто используемый для программирования оболочки например сортировку или вызов системных служб редакторы какие есть редакторы специально для перл разработчиков на языке перл с использованием интерфейсной библиотеки давайте вот так вот в x виджет написан такой открытый продукт как падра и д е сокращение от перл аппликейшн девелопмент эндер факторинг инвайрмент вот перл аппликейшн девелопмент энд факторинг инвайрмент среда разработки и рефакторинга перл приложений поддержка перл включена в такую универсальную и д е как актив стоит комода и ее открытую версию комода эдит для эклипс поддержка перл реализована в виде пакета расширений epic обе этих среды числе прочего включают визуальный отладчик интеллиджей айдия и прочие продукты jetbrains поддерживаю паль который поддерживают перл 5 с помощью плагина с открытым исходным кодом и этот плагин называется к мы вот так поддержка перла в том или ином виде имеется в большинстве текстовых редакторов для программистов таких как кроссплатформенный вим емакс же edit джинни но в данном случае вот у меня джинни дальше джинни edit sublime текст и это кроссплатформенная также под windows not под плюс плюс тоже так в том или ином виде ну как минимум подсветка синтаксиса есть и еще под windows но возможно много других есть я же не знаю те кто знает укажите в комментариях напишите что есть еще такие редакторы такие такие а также еще есть такие продукты как ultra edit and you a studio но это подвину все так понимаю для mac для macintosh есть такой редактор текст мэйт возможно есть и другие поэтому если вы более шарите так сказать в этом всем то напишите определенной популярностью среди пользователей windows также пользуется pearl editor входящий в линейку специализированных shareware редакторов для программистов от ddz soft вот так от ddz soft был достаточно известен бесплатный редактор вот он так называется мастак абсолют но его разработкой поддержка прекращены последняя версия датировалась 29 сентября 2003 года. Какие преимущества у языка Perl? Это встроенные средства для работы со сложными структурами. Свободный синтаксис. Одна и та же задача может решаться разными способами. Много готовых библиотек, модулей. Поддержка работы с регулярными выражениями. Простая обработка больших объемов данных. Возможность программирования объектно-ориентированным или функциональным стилем. Кросс-платформенность. Возможно, есть еще преимущества. Обязательно, если вы знаете, напишите в комментариях, чтобы все остальные видели и просвещались так же, как и я. Недостатки. Для решения некоторых задач часть преимуществ языка Perl превращается в недостатки. Большое количество модулей затрудняет их поиск, что не нравится программистам, которым из всего многообразия нужны лишь пара конкретных. Где этот язык используется? Электронная почта, к примеру. То есть, он используется много где. Если я, а я обязательно не скажу, где он используется, то есть, не опишу все среды или все технологии, то вы, если знаете, напишите в комментарии. Так вот, электронная почта. Perl – подходящее средство автоматизации обработки электронной почты. С его помощью настраивают фильтрацию сообщений по заданным параметрам, организуют рассылку и решают множество других задач. CGU сценарий. Вот так. Сценарий применения CGU сценариев обусловлено необходимостью обработки данных, введенных пользователем на HTML странице. На сервере запускается специальная программа, которая формирует ответ пользователю после ввода данных. Язык Perl получил распространение в этой сфере из-за простоты реализации требуемых функций. Поддержка веб-узлов. Веб-узел представляет собой хранилище текстовой информации в формате HTML страниц. Язык Perl разработан с учетом необходимости обработки больших объемов текстовых данных. Поэтому также широко применяется в этой сфере. Также Perl широко используется для обработки больших объемов текстовой информации. Ну, собственно, для чего он и был создан. Это и определяет сферу его популярности в определенных сферах. Одной из таких сфер является такая серьезная наука, как биоинформатика. Наука об анализе последовательностей нуклеиновых кислот и пептидов. Также Perl отлично справляется с обработкой различного типа данных. Поэтому часто используется для написания различного вида парсеров и ботов. Может использоваться для задач системного администрирования. Многие компании разрабатывают свои движки на языке Perl. Это регистраторы доменных имен, хостинг-провайдеры, поисковые системы, SEO-компании, медиа-компании, разработчики онлайн-игр и т.д. Также по поисковой системе, таких как Яндекс, ну, по поводу других не знаю, думаю, тоже, но такие как Яндекс, там Perl, ну, в определенных продуктах, у Яндекса много продуктов, но в определенных продуктах участие Perl очень и очень большое. Для системного администратора Perl один из самых удобных языков. А вот для системного интегратора есть уже Python или Python. Perl и тут уже Perl отстает. Ну, 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 ну. Все Perl программы, вот, это комментарии в стиле Perl, как вы заметили, я уже сохранил это, Perl.sh. Так вот, все программы должны начинаться вот так вот. User.bin.perl. То есть все программы должны начинаться с этой строчки. Ну, как минимум для вот такого использования, как у меня. Ну, к примеру, если это какой-то типа, как скрипт. Возможно, есть другие правила, не знаю. Ну, сейчас мы попробуем это в качестве скрипта что-то написать. Ну, например, давайте объявим переменную целочисленную. И целочисленные перемены объявляются вот таким вот образом. Ну, например, A равно 100. И строковую. А строковую, давайте, txt равно hello. Вот. И, 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 можно попробовать это все вывести на экран. Как мы это выведем? А вот так вот. Print. Дальше. Текст какой-то. И вот здесь A или Integer равно. Пишем то же самое, да, вот. Знак доллара и A. Соответственно, будет выведено, выведено значение переменной A. Переведем строку. И таким же образом давайте выведем. Текст. txt. Ну, и давайте запустим. Perl.sh. И что я тут получил? 17-е, 18-е. Что не так? А. Здесь, скорее всего, пробелы лишние. Нет. Что-то тут не так. Ну, да, я же сказал, что любая программа должна начинаться вот, вот, вот так вот. Вот, теперь, по идее, должно быть правильно. Да, вот. Все верно. Так, вот мы, а ну-ка, пробелы проверим. По идее, должно быть все хорошо. Хорошо, да. Вот таким вот образом вывели две перемены. Ну, можно написать цикл. Какой-нибудь цикл. И объявить счетчик. i, равно 1. До тех пор, пока i, и меньше, там, не знаю, 5. И, плюс, плюс, i. Открываем такой блок, скобочки. И давайте выведем значение i. Print. Хотя, можно сразу вот так вот. И Запятую. Пробел. Так, и дальше вывести последний элемент. Вот, вот так вот. Ну, потому что в данном случае... А, хотя, что в данном случае? Это же не массив. Давайте запустим. И посмотрим. 1, 2, 3, 4. Но пятерочки нет. Соответственно, вот последний элемент мы выведем вот здесь. Перейдем на новую строку. И сделаем, наверное, вот так вот. Так, print.i. Ну, думаю, пойдет. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас. Не понял, что оно не вывело. Все. Все, оно вывело. Просто... Вот оно. Вот эта пятерочка. Я же еще не перевел каретку. Давайте вот так вот. Вот у нас в одну строчку все выводится. В конце ставится пробел. Дальше я выведу последний элемент и переведу каретку. Вот. Теперь все нормально. А также, также, также можно еще написать вот такой цикл. То есть, я думаю, вы, если вас... Ну, там, я не знаю. Вы об этом языке не слышали. Тут услышали. Вас что-то заинтересовало. То, конечно же, нужно будет уже самому там разбираться. Ну, давайте попробуем еще forEach. For... То есть, возможностей много. Так, forEach. Как он пишется? По-моему, вот так вот. Тоже объявляем. И... И forEach от одного до девяти. Или давайте вот так вот до пяти. И сделаем, сделаем то же самое. Вот так вот. И, ну, да. В конце надо не забыть перевести каретку. И вот получилось, да, два цикла. Видим результат. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Че еще можно? Ну, это то, что я знаю. Можно... Строку давайте объявим. str.a. Равно hello. Теперь, давайте выведем эту hello. Давайте вот так вот. str.a. Да, блин, че я один пишу. И теперь к этой строке добавим hello world. Добавлять вот можно вот таким вот способом. То есть, вот эти операторы в справочке почитаете. Как там добавлять, как там умножать, складывать и все такое. Таким образом мы просто добавляем к строке, ну, новое значение. Давайте так вот. world. Ну, и слэш n. И теперь давайте выведем опять эту... Хотя давайте не буду вот так вот. И что у нас получилось? Hello. Дальше добавили пробел и слово world. Работает. Ну, че еще можно... Ну, последнее, что мы... А, ну, можно еще, смотрите, для создания длинных сообщений. И, ну, к примеру, если это у вас какая-то программка, которая там что-то парсит, открывает файлы, тоже можно открывать. Открывать файлы, читать оттуда информацию и обрабатывать. Без проблем. То есть, если вам нужно, если вы заинтересовались, открываем справку и читаем. Так вот, если вам нужно открывать какие-то файлы, что-то обрабатывать, то желательно еще, знаете, там, help. Ну, там, у любых там скриптовых или не скриптовых, но Unix команд обычно есть help. Ну, к примеру, там, вот, пишите help и у вас выводится вот такой вот help, то есть такая помощь. Если вам такое надо сделать, то для этого обычно надо создать длинный-длинный текст. Так вот, как это можно сделать? Это можно сделать вот так вот. Равно Q, по-моему, или QQ. Да, не помню. Сейчас посмотрим. И, 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 пишем текст help command etk. И вывести его на экран. Текст, вот так это, ну-ка. Да, вот, как вы видите, ага, вот enter здесь, enter здесь только потому, что, вот, перевод каретки. Даже надо вот так вот лучше сделать. Не, все то же самое, значит, вот. Вот, и, скажем, вот ваш, ваша, ваша справка может быть. То есть, соответственно, можете создавать длинный, длинный, большой текст. В основном это нужно, там, для справки. Ну, в основном для справки, наверное, и нужно. Ну, на сегодня, думаю, все. Поэтому, 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 конечно же, информация совсем не полная. И вы ничего не узнали, если думали, что что-то узнаете. Единственное, если вы об этом языке не слышали, то эта информация могла вас заинтересовать. И вы могли, можете смело начинать изучать этот язык. У кого есть более подробное, точнее, не то, что более подробное. Этой информации много в интернете, но ее очень много. О каждом языке. Вот, если вы являетесь специалистом в этом языке, если вы программируете, там, на нем достаточно долго, и знаете отличные ресурсы, что называется, перл для чайника, где действительно все расписано, толково, понятно, легко подается материал, то, конечно же, поделитесь ссылкой. Я вашу ссылку вставлю в описании ролика. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.